Ну вот, друзья, прошло 4 часа, смываем соль с нашей рыбки, замечательной, хорошо промываем, чтобы не было, рыбка просалилась, достаточно. Так, ауха наша, оп, так смываем соль, еще раз говорю, промывайте, хорошо, соль убирайте. Соль смыли, и теперь нам нужно рыбку подвешить на солнышко, чтобы она маленько обтекла и обсохла, примерно на полчасика на ветерок будет достаточно. Рыбку повешали на ветерок, сейчас она обсохнет у нас, и продолжим копчение. Так, ну вот, засыпаем на дно коптилки, опилочки, у меня ольха, сухая, так, опилки сухие, если у вас, то надо их сбрызнуть водичкой, чтобы они сильно не горели. Так, вызвали? Так, теперь кладем на дно опилок в фольгу. Это делается для того, чтобы жир капал у нас на фольгу, а не на раскаленные угли, потому что будет пахнуть горечью рыба, если не сделать этого. Так, ставим решеточку, видавшую рыбку, рыбка подсохла, видите, укладываем ее на решетку, а в брюшке вставляем палочку, чтобы она не закрывалась, чтобы она тоже прокопкилась. Вот так, и толстого сюда тоже, сейчас поставим. Все, рыбка подсохла, лишней влаги у нее не будет. Укладываем на решеточку ее, вот так, вот так, чтобы было видно. Так, вот так, чтобы рыба не соприкасалась друг с другом, а где-то она не прокопится. Палочку нужно поменьше сделать. Так, все, рыбка готова. Уложено. Закрываем капилочку. Тык. Так, ну вот, костюм у нас подгорел, горит. На него шарабанчик. Все. Засекаем минут сорок, потом посмотрим. Может быть еще добавим. Самогладно, если на нижней на большую температуру. Иначе может сгореть. Вот так вот, на небольшом огне. Пускай, все это у нас коптится. Смотрим попозже, чтобы... Так, ну вот, прошло примерно полчаса. Можно заглянуть, посмотреть, что у нас получается. Вот такая вот у нас получается штука. Оно бы неплохо выглядит. Закроем еще минут на 15, и готово. Дрова прогорают, больше подкидывать не будем. Она дойдет. Так, ну вот, друзья, смотри. Дрова полностью прогорели. Все, и оставая. О, ничего получилось. А получилось у нас вот что. О, столовик. А ухо. Сейчас намаленечко остынет. Выложим ее на тарелочку. И попробуем. Я думаю, что удалось. Сыпка готова. Обратите внимание. Крюшка приподняли, рыбка прокоптилась внутри. Вот из нее утекает прозрачный сок. Тогда достанет, когда все впитается, и будет очень сочная, вкусная рыба. Так, ну вот, друзья, наше аухо готово. Закоптилась. Шкура очень плотная у нее, как в панцире. Давайте посмотрим, что получилось. Сейчас сделаем надрез. Вот так. Видите, как она режется? Научный журнал. Потому что такая происходит ситуация. Так, делаем надрез. Теперь надрез делаю вот так. И вот сюда. И открываем. Видите, мясо легко отходит бронированной шкулой. Вот такая вот у нас получилась рыбка. Жалко, камера не передает запах. Пахнет просто сумасшедший аромат. Вот смотрите, костей в ней практически нет. Мясо рассваивается. Такие вот пластиночки есть. Очень вкусная, точная. Еще маленькая теплая, чтобы она в ленечке остыла. В холодном виде будет просто изумитель. Ну все. Приятного аппетита. Всем всего хорошего. До свидания. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, ставьте комментарии. На новых встреч. Пока.